Фантастический телефильм «Приключения электроника» стал одним из культовых советских детских фильмов 80-х. Трехсерийная лента была снята на одесской киностудии режиссером Константином Бромбергом по мотивам повестей Евгения Вилтистова «Электроник. Мальчик из чемодана» и «Ресси. Неуловимый друг». История о роботе, который мечтал стать человеком, настолько пришлась по душе юным зрителям, что после выхода картины детскую аудиторию буквально захлестнула волна подражания «Электронику», «Сыроежкину» и их друзьям. Проводились соревнования на лучшего электроника в учебе и спорте. В дворовых играх ребята примеряли роли главных героев и всегда спорили, кто из них круче. Кто-то мечтал заполучить такого же двойника, который заменял бы его на уроках, а кто-то упрашивал родителей купить собаку Эрдельтерьера. В чем секрет такой популярности картины и что осталось за кадром? Чем обернулось для актеров участие в фильме? И зачем съемочной группе пришлось обращаться к представителям правопорядка? Какая она обратная сторона славы? И почему картина так и не получила продолжение? Все это и многое другое вы узнаете прямо сейчас. Изначально роли электроника и сыроежкина должен был играть один мальчик – Дмитрий Замулин. Но затем было решено пригласить близнецов, чтобы ярче продемонстрировать различия в характерах и, разумеется, ускорить съемочный процесс. Причем претендентам предъявлялись довольно высокие требования. Ребята должны были уметь играть на гитаре, петь, стоять на коньках и даже управлять мопедом. Ассистенты режиссера пересмотрели сотни близнецов по всему Советскому Союзу, среди которых на пробы были приглашены Игорь и Валера Рыбачук, Максим и Денис Белоусовы, Саша и Сережа Осокины, Юра и Володя Смирновы, Коля и Вова Ивановы Мартыновы, Миша и Ваня Новиковы, а также ученики 23-й московской школы Володя и Юра Тарсуевы, которые были по счету 368-й парой близнецов. Че ты на меня такой похожий? Ребята даже подумать не могли, что стоят на пороге нового этапа в своей жизни. В тот день, когда их пригласили на кинопробы, стояли сильные морозы, а у братьев была всего одна зимняя шапка на двоих. Поэтому пришлось одолжить второй головной убор у соседа, которым оказался известный поэт-песенник Николай Добронравов, автор легендарных композиций «Как молоды мы были», «Надежда» и десятков других. Владимир Тарсуев вспоминает, что подумал тогда, «Я в шапке великого поэта, а это добрый знак, значит мы пройдем все испытания». И оказался прав. Через месяц им перезвонили и пригласили на съемки. Впрочем, дело было вовсе не в шапке. На пробах братья Тарсуевы сумели произвести впечатление на режиссера. Они умели все, что требовалось по сценарию. Играли в хоккей, гоняли на мопеде, пели под гитару. Вот только никак не могли договориться по поводу ролей. И постоянно спорили. Каждому хотелось играть электроника с феноменальными способностями. В конце концов, Володя, как старший брат, уступил эту роль Юре. Именно так их и утвердили в фильм. Но в ходе съемок выяснилось, что спокойный и сдержанный Володя более органично смотрится в образе электроника. А шустрый и разбитной Юра и есть самый настоящий Сыроежкин. Ну, что уставились-то? Сыроежкин это! Я! Поэтому режиссеру пришлось поменять их местами. Стоит сказать, что Володе не просто было изображать робота, который не умеет ни плакать, ни смеяться. Особенно в сценах с Владимиром Басовым, который сыграл предводителя банды. Владимир Павлович часто шутил и любил импровизировать на площадке. Поэтому, когда Стамп встречал электроника в аэропорту, от радости целовал его и что-то насвистывал, сохранять спокойствие было ой, как непросто. При том, что вся съемочная группа буквально лежала от смеха. Кстати, на роль главаря банды изначально приглашали Анатолия Попанова. Но тот был занят в другом проекте и ответил отказом. Басов тоже не горел желанием сниматься. Особенно, когда узнал, что одну из ролей в фильме играет его бывшая жена, Роза Макогонова. Впрочем, совместных эпизодов с экс-супругой у него не было. Поэтому актер все-таки согласился. Так на экране появился импозантный и бесконечно обаятельный мафиози, который на протяжении всего фильма так и не получил ответ на свой вопрос. А вообще, для работы с детьми не нужна была никакая кнопка. Константин Бромберг старался не давить на юных артистов и прислушивался к их мнению. Профессиональные актеры также старались общаться на равных. Поэтому на съемочной площадке ребята чувствовали себя вполне свободно. Кроме того, за время съемок в Одессе они, как и взрослые, получали заработную плату. Чуть больше 100 рублей на руки плюс командировочные. Жили в гостинице без родителей и, как следствие, имели определенную долю независимости. Правда, был один минус. В свободное от съемок время приходилось посещать местную школу. Украинскую, да еще и с углубленным изучением английского языка. А для братьев Тарсуевых был еще один неприятный момент. Специально для съемок ребят превратили в блондинов и запретили стричься. Кое-кто даже сравнивал их новый образ с портретом Володи Ульянова на октябрятской звездочке. Тем более, что и день рождения у ребят 22 апреля. В точности, как и у вождя мирового пролетариата. Каждые 10 дней гримеры подкрашивали их кудри гидроперитом. Возможно, этот факт не в последнюю очередь стал причиной их раннего облысения. Но в то время мальчишки об этом не задумывались. Тем более, что на съемках было много чего интересного. Наличие собственных денег позволяло радовать себя различными вкусностями и едва ли не каждый день добираться от гостиницы до съемочной площадки на такси. Разъезжать на мопеде, причем не только в кадре. А Володе удалось даже побывать за рулем польского грузовика. «Стар 660» спецверсии «Елч 574», которая представляла собой передвижную автомастерскую. Правда, вместе с ним в кабине был водитель. Но его в кадре не видно. А юный актер сам рулил, нажимал на педали и переключал передачи. Для 13-летнего мальчишки это было круто. Настоящий ажиотаж и сильную заинтересованность вызвал у зрителей гараж Сыроежкина. Ходили слухи, что отец братьев Тарсуевых был партийным чиновником высокого ранга. Мол, из-за этого, собственно, ребята взяли в картину. А помещение гаража на самом деле принадлежало их семье. Стоит сказать, что папа Володи и Юры, Юрий Владимирович Тарсуев, действительно занимал пост секретаря ЦК ВЛКСМ. Но этот факт никак не повлиял на их участие в фильме. А знаменитый гараж на самом деле просто декорация, выстроенная в павильонах Одесской киностудии. Впрочем, повзрослевшие братья действительно открыли в Москве собственный гараж, где занимаются тюнингом автомобилей и мотоциклов, а также восстанавливают раритетные транспортные средства. А в Новосибирске создали творческое сообщество под названием «Гараж Сыроежкина», где поют в свое удовольствие и записывают песни, а также приглашают к сотрудничеству других певцов и музыкантов. Еще братья Тарсуевы увлекаются водномоторным спортом и лихо гоняют на мотоциклах. Кстати, вокруг транспортного средства, на котором в фильме катался Сергей Сыроежкин, ходило много споров. Это был мопед «Верховина». Но какой модели? Одни говорили, что третья, другие – четвертая. В эпизоде, где мопед ломается, четко видно, что это «Верховина-4». Со львом на шильдике, полуторным сидением, правда, без багажника. Возможно, электроник, чинивший мопед для Сыроежкина, просто не успел его приладить. Вот только на топливном баке отсутствуют хромированные боковые накладки. Как выяснилось, в 1972 году, когда «Верховина-4» пошла в серийное производство, характерные топливные баки с боковыми хромированными накладками еще не успели изготовить в достаточном количестве. Поэтому часть мопедов выпускали с баками от третьей модели. Даже на рекламном плакате «Автоэкспорт» изображен мопед «Верховина-4» со старым баком. Так что на этом спорную тему, наконец, можно закрыть. Но больший ажиотаж вызывал эффектный мотоцикл гангстера «Ури» в исполнении Николая Караченцева. «Что произошло? Ничего страшного, на меня упала штанга». Подобно свободолюбивым байкерам из американского кино, актер появляется на экране в черной кожаной куртке, поет своим фирменным хриплым голосом и ездит не на обычном мотоцикле, а на могучем тюнингованном агрегате, в котором, на первый взгляд, сложно узнать чехословацкую Яву 350-634. Да, это действительно была Ява, которую вместе со шлемом-интегралом латвийского производства для съемок в фильме взяли на прокату жителя Прибалтики за довольно солидные по тем временам деньги. К тому же владельцу Явы платили зарплату как члену съемочной группы. Но в какой-то момент этот человек решил, что ему недостаточно платят и потребовал повышения. А когда получил отказ, демонстративно развернулся и поехал домой. Но не тут-то было. Администратор группы в срочном порядке связался с представителями ГАИ и объяснил ситуацию. В результате своенравного байкера просто не выпустили из Одесской области. И тому пришлось вернуться на съемки. Братья Тарсуевы вспоминают, что им очень хотелось прокатиться на крутой Яве. Но к мотоциклу их даже не подпускали. А вот Караченцев немало времени провел в седле Железного монстра. Кстати, роль Ури могла достаться Леониду Каневскому. Но режиссер посчитал, что после выхода сериала «Следствие ведут знатоки», где Каневский сыграл майора Томина, публика будет видеть в нем только милиционера. Поэтому отдал роль гангстера Николаю Караченцину. И не ошибся. Многие зрители называют Ури едва ли не самым любимым героем фильма про электроника. А после выхода картины актера еще долго приглашали в школы на пионерские линейки с просьбой рассказать о съемках фильма. И Николай Петрович не отказывал и щедро делился воспоминаниями. Разве что умалчивал о том, что ему никак не могли подобрать подходящие брюки. Но тут на помощь пришел коллега. В итоге Караченцев появляется в кадре в джинсах из личного гардероба актера Эрвинаса Петерайтиса, который тоже сыграл в фильме одного из членов банды Стампа. По окончании съемок ему даже предлагали плату за аренду джинсов. Но актер тактично отказался. Больше всего проблем было с костюмами для юных актеров, которые росли буквально на глазах. И за весь съемочный период одежду приходилось постоянно перешивать. А еще во время съемок у Юры и Володи Тарсуевых началась подростковая мутация голоса. А у меня это, ампутация. Что? Мутация. Ну, в общем, врача не берет. Сережа. Поэтому при монтаже все их реплики пришлось переозвучить. Сергею Сыроежкину свой голос подарила актриса Ирина Гришина, а «Электроника» озвучивала Надежда Подъепольская. Да и музыкальные номера звучат в картине в исполнении других артистов. Голос Робертина Лоретти, которым «Электроник» покорил учительницу пения и очень удивил весь свой класс, на самом деле принадлежит солистке детского хора Елене Шуенковой. А за Сыроежкина разудалые песни исполняет актриса и певица Елена Камбурова. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. Единственный момент, который не был переозвучен – смех Сыроежкина. Также есть версия, что настоящие голоса Володи и Юры Торсуевых можно услышать в фильме «Место встречи изменить нельзя». Параллельно со съемками приключений «Электроника» на Одесской киностудии шла запись звукового сопровождения этой картины. Вот ребята попросили озвучить небольшие детские роли. Стоит сказать, что не только братья Торсуевы засветились в этих двух картинах. В образе уморительного гангстера Люга снялся актер Лев Перфилов, который в месте встречи потрясающе сыграл обаятельного фотографа-криминалиста Гришу Ушивина. Вот рекомендую тебе, Шарапов, это великий человек Гриша Ушивин. Подпольная кличка 6 на 9. Этот персонаж принес Перфилову народную популярность и новую киношную кличку 6 на 9. В карьере Льва Перфилова более сотни кинокартин, среди которых Капитан Немо, Киндзадза, Самая обаятельная и привлекательная и десятки других. К сожалению, главных ролей практически не предлагали, но это его не смущало. Неутомимый рассказчик, весельчак и балагур, Лев Алексеевич был одним из самых ярких актеров второго плана и настоящим виртуозом маленьких ролей, которые и принесли ему всесоюзную славу. После выхода фильма братья Тарсуевы проснулись знаменитыми. Их буквально забрасывали письмами. И первое время они старались отвечать на все. Но почты оказалось так много, что писать ответы всем поклонникам стало физически невозможно. Особо активные фанаты расписывали признаниями в любви подъезд дома и двор, где жили ребята. Приносили под дверь цветы и игрушки. Но были и такие, что швырялись помидорами, тухлыми яйцами. И даже считали показателем наивысшей доблести подраться с электроником. И выяснить, настолько ли он крепок и силен, как на экране. Настойчивые поклонницы регулярно названивали любимым актером. Поэтому родителям юных звезд приходилось менять номер телефона. Так что у славы была и другая сторона медали. Но ребят это не пугало. Они мечтали связать свою судьбу с кинематографом. И даже снялись в нескольких лентах. Незнайка с нашего двора, Русские братья, Громозека и ряде других. Но в отличие от приключений Электроника, последующие фильмы с их участием особого успеха не принесли. Я и папа, ну совершенно же нормальные люди. Родителей, разгильдяя Сыроежкина, сыграли актеры Наталья Васаженко и Юрий Чернов. Кстати, в послужном списке Юрия Николаевича тоже есть роль нерадивого ученика. Именно он сыграл чудаковатого двоечника Сыромятникова в фильме «Доживем до понедельника». А еще за плечами актера участие в более чем сотне картин. В основном это эпизодические роли. Зато очень яркие и запоминающиеся. Кроме того, Юрия Чернова называют «Человек-оркестр». Он играет на многих музыкальных инструментах, нередко превращая свои номера в настоящее шоу. Его экранная супруга снялась в шести картинах и много лет отработала журналистом и диктором на одесском телевидении. Более 20 лет вела авторскую культурологическую программу «Земное и надземное». А сегодня преподает ораторское мастерство в одесской киношколе «Арт Максфилм». «Да, вы правы. Электроник – выдумка. Даже, может быть, сказка». На роль создателя «Электроника» профессора Громова претендовали сразу несколько именитых актеров. Ростислав Плят, Бруно Фрейндлих, Леонид Броневой и Алексей Сафонов. Худсовет рекомендовал режиссеру провести пробы с Владимиром Этушем. Но Константин Бромберг пригласил Николая Гринько, который тонко сумел передать на экране образ ученого – интеллигентного, тактичного и мудрого человека. Есть версия, что Николай Григорьевич, только что завершивший съемки в фильме Тарковского «Сталкер», где тоже сыграл роль профессора, не слишком стремился попасть в детский фильм. Но поскольку он являлся штатным актером одесской киностудии, отказаться было нельзя, поэтому пришлось сниматься. Правда это или нет, доподлинно неизвестно. Тем не менее, Николай Гринько успешно влился в коллектив съемочной группы. Отлично сработался с детьми и блестяще сыграл ученого в дуэте с актрисой Елизаветой Никищихиной, которая стала его экранной ассистенткой Машей. Я не гонщик, я ученый! Звонкий голос, богатая мимика и чарующая улыбка Елизаветы Сергеевны сделали ее королевой эпизодов в десятках фильмов. Зрителям хорошо знакома ее фру Лаура из сказки «Пеппи длинный чулок», член высокой комиссии из «Чародеев» и, конечно, Нина Орлович из «Покровских ворот» с ее коронной фразой. Высокие отношения! Кстати, в образе Маши могла появиться на экране самая обаятельная и привлекательная – актриса Ирина Муравьева. Но из-за плотного съемочного графика Ирина Вадимовна не смогла сниматься. Приглашение на пробы поступало Илье Ахиджаковой. Но говорят, что главной преградой стал неуживчивый характер артистки. Также на роль Маши Никоновой пробовалась Евгения Ханаева, которая удачно вошла в образ. Но вписаться в дуэт с Николаем Гринько так и не смогла. Макар, не дерзи! Не дерзи! На роль учителя математики, слегка чудаковатого, обаятельного и совсем не строгого, был приглашен актер Евгений Вестник. Этот образ Евгений Яковлевич скопировал с персоны поэта Самуила Маршака. Актер вспоминал, что после выхода фильма ему стали приходить письма от ребят со всех концов Советского Союза. А одна девочка из Липецка в письме пожаловалась на злую учительницу. И даже пригласила его в свою школу преподавать математику. Ты приукрасил жизнь, а настоящий художник должен быть правдив. Очаровательную учительницу рисования, чей портрет блестяще изобразил электроник, сыграла актриса Марина Самойлова. В послужном списке Марины Николаевны участие всего в четырех проектах. И главной преградой для кинокарьеры стала ее пленительная внешность. Вернее, ревнивый муж, который поставил ей ультиматум. Либо кино, либо семья. Актриса выбрала семью и не жалеет об уходе из кинематографа. Сегодня Марина Самойлова живет в Харькове. Много лет заведовала литературной частью в Харьковском театре музыкальной комедии. А главное, состоялась как жена, мама и бабушка. Марина Николаевна счастлива в браке. Имеет двоих сыновей и двоих внуков. А ты давно так можешь? Нет, я вообще недавно. Учителем физкультуры в фильме должен был стать актер Сергей Филиппов. Знакомый публике по лентам «12 стульев», «Карнавальная ночь» и десяткам других. Но артист заболел и не смог сниматься. Поэтому в роли Ростислава Валерьяновича на экране появился Николай Боярский. Актер, которого зрители помнят по роли Адама Козлевича в картине Михаила Швейцера «Золотой теленок». И, кстати, дядя знаменитого певца и актера Михаила Боярского. Здравствуй, Гусев. Ну как? Сыр ешь или не ешь? Египет. Но наиболее яркими персонажами стали дети. На простого одесского школьника Василия Скромного всесоюзная слава свалилась точно так же, как и он сам когда-то в прямом смысле слова свалился на ассистентку режиссера Юлию Константинову. Так получилось, что после утверждения кандидатур братьев Тарсуевых выяснилось, что мальчик, приглашенный играть хулигана Гусева, оказался ниже их роста. Поэтому пришлось срочно искать замену, прочесывая все близлежащие учебные заведения. И поиски увенчались успехом. В одной из одесских школ прямо на Юрию Дмитриевну с перил скатился рыжий конопатый мальчишка. Это была судьба. Колоритный парень, веселый и бесшабашный, идеально вписался в образ хулигана. Но при этом Вася был исполнительным и ответственным. Четко следовал указаниям режиссера. Выкладывался на все 100%. И даже пробовал себя в роли каскадера. Бесстрашно вертелся на цирковом троссе в эпизоде, где электроник дает Гусеву отпор. Василий вспоминает, что не играл эту роль, а жил ею. После выхода фильма юный актер пошел в театральную школу при Одесской киностудии и впоследствии снялся в ряде картин. Но все же связывать судьбу с кинематографом не стал. Решил приобрести более серьезную профессию. И окончив мореходное училище, стал моряком. Электроника искать надо. Не сложилась и дальнейшая кинокарьера Оксаны Алексеевой, которая в фильме сыграла Майю Светлову. После приключений электроника юная актриса больше нигде не снималась. Впрочем, она не слишком-то и расстроилась. Оксана Игоревна давно перебралась во Францию. Вместе с мужем и сыном живет в Лионе. Работает проект-менеджером на промышленном предприятии и в свободное время увлекается танцами. Сыграть роль Майи режиссер изначально предлагал Яне Поплавской, звезде детской сказки про красную шапочку. Но та отклонила предложение. Также проводились пробы с Оксаной Фандерой. В итоге ей досталась небольшая эпизодическая роль школьницы, которая постоянно путает фамилию Чижикова. Я не Рыжиков, я Чижиков. А та самая девочка, со светлыми волосами и солнечной улыбкой, узнала о кастинге от папы, который прочитал в газете о подборе актеров для участия в детском фильме. Оксана Алексеева решила попытать счастье и сама пришла на киностудию, втайне надеясь на чудо. Но прошел день, два, три, а ей так никто и не перезвонил. И только через полгода раздался звонок. Девочку пригласили на пробы, после которых и утвердили на главную роль. И хотя за 40 лет, прошедших с момента съемок, многие подробности стерлись из памяти, Оксана Игоревна до сих пор с теплом вспоминает людей, с которыми ее судьба свела на съемочной площадке. А вот Валерии Салуян, исполнительницы роли Зои Кукушкиной, участие в фильме принесло одни неприятности. Юная актриса так достоверно сыграла ябеду, что после премьеры одноклассники перестали с ней общаться. Возможно, поэтому в дальнейшем она не стала строить актерскую карьеру. Ее нельзя назвать публичным человеком. Валерия не дает интервью и не ходит на встречи с бывшими коллегами по фильму. Поэтому о ее жизни поклонники практически ничего не знают. Известно, что Валерия живет в Москве, замужем, имеет двоих детей и успешно работает врачом-дерматологом. Сохраним для истории! Веселый и компанейский, разумный и самодостаточный. Именно так второй режиссер картины, Юлия Константинова, характеризует юного актера Максима Калинина, которому досталась роль интеллектуала Королькова. Он был младший ребят года на два, но ни в чем им не уступал и был душой компании. Даже через много лет, когда Максим открыл в Москве собственный ресторан, он сделал его местом встречи с друзьями и коллегами по фильму. Судьба Максима Калинина сложилась трагически. 1 декабря 2011 года он погиб при невыясненных обстоятельствах. Выбросился из окна своей квартиры в Москве. Однако ни жена, ни друзья, ни коллеги не верят в то, что Максим покончил с собой. И предполагают, что кто-то вынудил его сделать роковой шаг. Максим Николаевич окончил экономический факультет МГУ и был специалистом по рынку ценных бумаг. Возможно, эта трагедия связана с профессиональной деятельностью Максима Калинина. На момент смерти ему было 43 года. Фотографии рыжеволосого мальчишки с открытым взглядом и веснущатым лицом Константин Бромберг нашел в актерской базе после съемок фильма «Марка страны Гонделупы». Эта картина стала дебютной для юного Евгения Лившица и дала ему путевку в мир кинематографа. А его колоритная внешность и яркий характер стали решающим фактором для режиссера. Поэтому Бромберг без раздумий пригласил Женю на роль Чижикова. По служном списке актера – участие в четырех фильмах. Однако больше он никуда не пробовался. Предложения поступали, но на тот момент Евгений Соломонович учился в музыкальном училище и предпочел посвятить себя музыке. В 98-м году Евгений Лившиц эмигрировал в Германию. На сегодняшний день с женой и двумя детьми он проживает в городе Раттинген под Дюссельдорфом. Работает в высшей народной школе Дюссельдорфа. Играет в оркестре и занимается преподавательской деятельностью по классу ударных и синтезаторов. Я назову тебя Ресси. Ты всегда будешь со мной. И, конечно, нельзя не отметить любимца всей съемочной группы и одного из самых главных героев фильма «Приключения электроника». Редчайшую электронную совершенную собаку и так далее. Или попросту Ресси. С выходом фильма на широкий экран страну захлестнула мода на эрдельтерьером. В жизни собаку звали Чингис. Он был не только отлично воспитан своей наставницей – дрессировщицей Лидией Острецовой, но и отличался немалой сообразительностью от природы. Обладал большим чувством ответственности и трудолюбием. В кадре, где Чингис мчится за мотоциклом, он стер себе лапы в кровь. Но каждый раз во время нового дубля бежал с прежним усердием, забывая о боли. Понимал, что в сцене с задержанием бандита Ури актера Караченцева нельзя кусать по-настоящему. Для съемок эпизода, в котором Ресси сгрызает оружие Ури, приготовили два пластмассовых пистолета – целый и с отпиленным стволом. Но на съемке Чингис резко схватил пистолет зубами, да так сильно, что на самом деле его разгрыз. Поэтому Николаю Караченцеву не пришлось разыгрывать шок. И реплика «Ты зачем оружие съел?» прозвучала весьма органично. Многие спрашивают, почему выбрали эрдельтерьера. В глазах простого советского человека эта порода представлялась, если не экзотической, то уж по крайней мере довольно редкой. Так почему же выбор пал именно на нее? По одной из версий, в 70-е годы среди советских кинологов эрдельтерьеры набирали популярность. Также есть мнение, что в магазине игрушек самым правдоподобным и похожим на настоящего был игрушечный пес именно этой породы. Кроме того, поговаривали, что среди четвероногих артистов, подобранных на роль Ресси, самым способным оказался эрдельтерьер. Кстати, Чингиз настолько хорошо справился с возложенными на него обязанностями, что сразу после съемок «Приключения Электроника» его взяли в другой фильм «Жизни приключения четырех друзей», где пес сыграл роль Бубрика. Песни, написанные для «Приключения Электроника» Евгением Крылатовым и Юрием Энтиным, настолько напевны и мелодичны, что в них нельзя не влюбиться. Хотя поначалу Крылатов отказывался писать музыку к фильму, объясняя режиссеру, что ничего не смыслит в «Электронике», а когда понял, о чем речь, с вдохновением взялся за дело. Благодаря творческому тандему Крылатова и Энтина на свет появились песни «Крылатые качели», «Мы маленькие дети», «Бьют часы на старой башне» и другие музыкальные композиции. Между тем, после записи песни «Крылатые качели» Бромберг остался недоволен, он не верил в то, что песня обретет популярность, и был очень удивлен, когда публика с легкостью подхватила знакомые мотивы. После выхода картины сборник песен выпускался на пластинках большими тиражами. Его популярность была настолько велика, что вплоть до 91-го года заводы, принадлежавшие всесоюзной фирме грамм-пластинок «Мелодия», каждый год допечатывали тираж. Стоит сказать, что песни из фильма «Приключения электроника» до сих пор помнят, любят и с удовольствием поют поклонники картины. А многие до сих пор надеются, что будет снято продолжение истории о роботе, который мечтал стать человеком. Я хочу быть как сеть. Такая идея действительно была. Режиссер Константин Бромберг, который в 97-м году переехал в Детройт и уже не планировал заниматься кино, в 2010 году вдруг объявил, что намерен снять продолжение «Приключения электроника». Причем предполагалось, что съемки пройдут в США, и это будет целый сериал на несколько десятков серий. Единственной преградой для осуществления задуманного было отсутствие инвесторов, а в январе 2020 Константина Леонидовича не стало. Поэтому проект так и остался нереализован. Преданным поклонникам фильма остается только надеяться, что история получит продолжение, и на досуге пересматривать старую добрую ленту, путешествуя с любимыми героями по улицам Одессы и Вильнюса. Основные съемки фильма «Приключения электроника» прошли в Одессе, поэтому одесситы без труда узнают пейзажи родного города. Дом Сыроежкина на улице Свердлова, сейчас это улица Канатная. Дворец культуры студента Водесского политехнического института на проспекте Шевченко. Ныне это здание Национального политехнического университета. Детский мир на улице Ленина, теперь это магазин игрушек на улице Решильевская. Дворец спорта на проспекте Шевченко, парк имени Ленина, ныне парк Победы. А вот эпизод, в котором к мае пристают хулиганы, был сделан уже в Литве, в крупнейшем парке Вильнюса под названием Вингис. События в заграничном городе снимались в вильнюсских районах – Лоздинай и Старый город. Возле лоздинайской школы номер 36 были сняты экстерьеры учебного заведения Сыроежкина. В кадр попадает костел Святой Анны, а также костел Святых Франциско и Бернардино. В качестве музея послужил Тракайский замок. А вот башня с часами – это декорация, выстроенная на Одесской киностудии, которая, впрочем, больше напоминает Староместскую ратушу в Праге. Кстати, рассказ Стампа о мальчике с собакой, спасшем свой город от нашествия врагов, – это далеко не выдумка. В культурном наследии Польши существует легенда о Трубаче на башне Мариатского костела в Краконе. Однажды, увидев приближающихся к городу врагов, он стал трубить тревогу, но пал сраженной вражеской стрелой. Вовремя предупрежденные горожане сумели отбить атаку, а мелодия, которую играл Трубач, до сих пор звучит над городом и заканчивается на той самой ноте, на которой оборвалась жизнь стражника-героя. И все-таки электроник существует. Современная научная фантастика – это зачастую высокобюджетные фильмы с потрясающей графикой и спецэффектами, на фоне которых история об электронике кажется наивной детской сказкой. Тем не менее, юные зрители видели в героях этой ленты себя, своих сверстников, свою повседневность и стремились стать лучше в учебе, в спорте, в жизни в целом. По большому счету, в фильме нет леденящих душу баталий, а персоны бандитов вызывают скорее улыбку, чем неприязнь. И все же в нем есть извечная борьба добра и зла. При этом зло отступает вовсе не от победоносных ударов, а от добра и света, зажигаемого в сердцах. А еще фильм остается ярким примером дружбы и взаимовыручки, которые помогают достичь своей цели даже вопреки законам природы и науки. Ведь в жизни всегда должно быть место чуду, не правда ли?